Районные, городские власти и представители компании «Автотранспортник» провели рабочее совещание по вопросам городских пассажироперевозок. Встреча состоялась в эту пятницу. Напомним, у предприятия 15 июля истекает срок действия муниципального контракта на оказание услуг по городским пассажироперевозкам. Об этом организация сообщила в официальной группе одной из соцсетей. В своём телеграм-канале предприятие «Автотранспортник» поясняет, что в соответствии с приказом Минтранса об определении начальной максимальной цены контракта с единственным поставщиком в сфере регулярных пассажироперевозок от октября 2021 года была рассчитана новая цена контракта на городские перевозки. Стоимость услуг кратно выросла, в связи с чем потребовалось изыскать дополнительные денежные средства. Совместными усилиями властям и перевозчику удалось найти временное решение проблемы. Перебоев в работе общественного транспорта в Колпашеве не будет. В свою очередь, Колпашевская городская прокуратура проводит проверку соблюдения прав местных жителей на транспортную доступность. Ситуация находится на контроле, отметил заместитель Колпашевского городского прокурора Ярослав Карташев. «Проводится проверка данной информации в связи с выявленными уже нарушениями при формировании начальной минимальной цены контракта от последнего заключенного городской прокуратуры возбуждено дело в отношении должностного лица администрации Колпашевского городского поселения, которое направлено в административный орган для рассмотрения. Кроме того, исполняющие главы Колпашевского городского поселения предостережены недопустимости нарушения закона в связи с тем, что мер до настоящего времени достаточно не принято по проведению аукционы на заключение нового контракта. Данные меры остаются на контроле, проверочные мероприятия продолжаются». При заключении действующего с предприятием автотранспортник контракта администрации городского поселения при расчете цены услуг был неправомерно применен понижающий коэффициент, что и послужило поводом для возбуждения дела об административном правонарушении, пояснил Ярослав Карташев. Добавим, с 16 июля автобусы маршрутов 1 и 3 будут осуществлять рейсы в обычном режиме. Администрация городского поселения везёт подготовку к проведению аукциона на заключение нового контракта по осуществлению городских пассажироперевозок.